Эсен Болсум, алтайцам, акасам, шорцам, тюркским братьям в Сибири, я такой же сын тюркского народа, как и вы, проживаю в Стамбуле и прекрасно знаю ваши проблемы, связанные с исчезновением тюркских языков, тюркских народов в Сибири и демографии у вас тоже. Не очень хорошие. И это нас огорчает, что наши тюркские братья потихоньку исчезают. И я не знаю, что можно с этим сделать. Ну, наверное, все-таки можно как-то решить эту проблему. Ну, к примеру, восстановить национальное самосознание, алтайское, хакасское, шорское, национальную гордость, тюркское, в общем-то, тюркское национальное самосознание. Культуру. И, может быть, я думаю, что как-то можно исправить вот эту плохую демографию, ассимиляцию, которая происходит там. И еще вместе с этим там появилась мода буддизма. Может быть, я неправильно вижу, изучаю. Ну, среди алтайцев, хакасов и даже шорцев частично появилась мода буддизма. Я считаю, что это ничего хорошего нам, вам, нам, тюркам не сулит. Если уж вам возрождать, то я считаю, лучше тейгрианство, чем буддизм. Еще при тюркском Каганате умные тюрки, тюркские лидеры говорили, что это опасно жить или переходить на чужие ценности, потому что это ведет к прямой ассимиляции. То есть, убегая от русификации, вы попадаете под другую ассимиляцию. То есть, никакой разницы не получается, нету. Я считаю, что лучше вам возрождать тейгрианство тюркское, национальное самосознание, культуру, традиции. И тогда темография и, в общем, все остальное у алтайцев, хакасов, шорцев, в общем, у тюрков Сибири будет лучше, если восстановить вот это. Это мое мнение. Хотелось бы видеть комментарии и вопросы и обсудить эту тему именно с алтайцами, хакасами, шорцами. Что они думают и в чем проблема. Давайте обсудим это. Продолжение следует...